Приветствую вас, и давайте для начала попробуем понять, что может быть в режиме такого поведения вашей мамы. Вы здесь не пишете ни ее возраст, ни свой, поэтому можно лишь предполагать, но давайте начнем с более простого. Представляем себе, что ваша мама несчастна. Вот по какой-либо причине она несчастна. Маме связаны с тем, что вы не говорите про своего отца, про ее мужа и ее мужчину, и она одинока. И тогда, не чувствуя удовлетворения, она проецирует, сублимирует его на вас. Она, не чувствуя себя достаточно значимой в жизни, как бы стремится сделать это через вас. И в этом случае вам необходимо постараться не направить ее конкретно на то, чтобы как-то лишиться, как-то проходить терапию. Вам в первую очередь нужно узнать, вот причина ее не удовлетворенности. Дело в том, что если человек питается отрицательной энергией, как вы говорите, это говорит о том, что собственной энергии ему не хватает. И это значит, что человек, как бы, тратит энергии больше, чем генерирует ей, чем получает. В результате этого требуется постоянная подпитка. И вам необходимо понять, что не так сильно отнимает ресурсы, я имею ввиду энергетические, эмоциональные ресурсы у вашей мамы. Что она грижевает. И если вы сможете найти причину, корень этой неудовлетворенности, либо она вам скажет, либо вы сами проанализируете ситуацию, то тогда, в таком случае, у вас будет шанс направить ее туда, где она получит удовлетворение истинное, настоящее. Потому что пока ее попытки удовлетворить свои потребности, реализовать их не является сколько-нибудь вправо. То есть, она делает что-то, но у нее это не получается. Потому что это не прямое, это не естественное удовлетворение потребности. В зависимости от того, что ей нужно. Либо быть в компании мужчин и реализовать себя как женщина. Либо найти себе какое-то хобби, увлечение, применение своих сил, своей энергии. И для этого нужно вместе с ней подумать, что ей интересно и потихонечку, потихонечку чем-нибудь ее увлечь. Понятно, что на это нужно время. Понятно, что на это требуется терпение с вашей стороны. Понятно, что вот так быстро, вот так вдруг у вас скорее всего ничего не получится. Но если вы действительно хотите помочь своей маме, то нужно двигаться именно в этом направлении. Дальше. Второй момент, который может быть, это психическое заболевание. И все нужно быть очень тонким, деликатным и осохло. Потому что человек, если психически болен, он, конечно же, не осознает, что его заболевает. Он, конечно же, не понимает, что его действия, его постуки, его поведение является аноманским. Он этого просто не осознает. Для него, в его сознании, все то, что происходит, это нормально. И здесь вам требуется, наверное, единственное. Вот вы говорите, что, когда вы не обращаете внимания на провокации, вас это обходит стороной. Соответственно, если вы для себя решите, поймете по ее поведению, что она действительно страдает психическим заболеванием. Это значит, что человек по сути не осознает того, что он делает, не отвечает за свои действия, за свои слова. Такому человеку всерьез воспринимать нельзя. Ну, потому что он не дает себе отчет, не несет ответственности за свои действия. И, как следствие, вам будет через это осознание проще, легче не воспринимать всерьез то, что она вам вообще говорит. То есть, у вас есть уже готовый алгоритм поведения с ней, который вы используете сами, но вы используете его как бы несколько стихийно. То есть, получается, не получается, да, раз на раз не приходится. И вот это осознание поможет вам использовать его постоянно, постоянно этот подход. Потому что, ну, если ваша мама не является двойной, не представляет опасности для окружающих, то, соответственно, лечить ее, ну, маловероятно, что будет. И вы написали также, что вы ее боитесь. Вот это момент, который касается уже лично вас. То есть, вы пишете, что все же боитесь ее, а когда вам кажется, что она вас считывает и так далее. На самом деле, это несколько не так. Потому что ни один человек не может считать мысли другого. И она вас не считывает. Но она очень хорошо вас знает, потому что вы ее сын. На самом деле, ваши привычки, ваши эмоции, ваши реакции на какие-то вещи и, соответственно, ориентируются по этому и вас нравится как-то задеть, если вы говорите правду. Соответственно, что вам нужно сделать? В первую очередь, заставить ее перестать на что-то опираться в общении с вами. Для этого необходимо, на самом деле, не так много, вам необходимо всего лишь навсего начать проявлять безразличие. Вот если вы начнете проявлять безразличие и вообще никак не реагировать ни на что, то у нее не будет рычагов давления на вас. Не будет рычагов влияния на вас. И она не будет вас так навсего сыра, потому что вы, в принципе, не будете никак реагировать на ее слова, на ее поведение и прочее. То есть, понятно, да, что нужно вот этим моментом жить и постараться им следовать. Ну и, конечно же, если чуть мистическое представление о том, что ваша мама считает, образ хорошо вас знает и вы, вероятно, ведете себя точно по определенным алгоритмам. И она просто-напросто прослеживает связь между вашими поведениями. Причинно-следственная связь между элементами вашего поведения, так правильно сказать. Если вы эту связь измените, то она потеряет рычаги давления на вас, и тогда предстанет вас провоцировать. Провоцировать можно только того, кого хорошо знаешь. Если она вас не будет знать, она не будет знать, что вы думаете, что вы чувствуете, то, соответственно, и рычагов давления на вас у нее не будет. На этом все. Надеюсь, что помогу вам. Если какие-то вопросы осталось обращать, в личку помогу. Если вам понравился мой ответ, пожалуйста, сделайте его лучшим. Буду благодарен.